Всем привет, это Айс. Сегодня мы играем в Хардстоун. Дополнение наконец-таки вышло. Вы видели, как... Ну, или возможно, видели, как я открываю бустеры. И вот после открытия данных бустеров я собрал некую колоду Эволюция Шамана. И хочу вам ее продемонстрировать. Как видите, ранг у меня еще низкий. Но потому что я буквально начал играть после дополняшки. Так, ну, давайте поехать. Поедем потихонечку. Колода местами опасная на самом деле. Периодически ты сидишь и думаешь такой, блин, если вот он сейчас положит какую-нибудь тяжелую карту, то мне нечем будет защититься. Но, как правило, из этой ситуации очень удачно можно выйти. И плюс она, можно сказать, фановая. То есть, не серьезно, а именно фан. Старый, добрый, который можно получать путем рандома. Это довольно весело. Так же, как у магов вот сейчас с Йогсороном. Я считаю, что это полностью фановая колода. Я думаю, многие со мной согласятся, что это так. Так, Таурисан на самом деле хорошая тема. Но давайте откажемся от него. Эту штуку оставим на всякий случай. Хотя, она нам сейчас не очень-то и нужна. А вот это вот очень неплохие карты. Поехали. А вот это очень хорошие карты. На третьем ходу можно будет его разыграть. И получить перезагрузку, правда. Два, три, два. Ну, в принципе, почему нет? И еще один. Давайте поздороваемся. Приветствую тебя. Интересно, что за маг. Йогсорон маг? Здравствуйте. Приветствую тебя. Ох, сейчас столько разных всяких колод у нас. Очень интересно, на самом деле. Угу. Ее же это. Качаем нашего Цитуна. Принципиально не называю его Ктун. С одной стороны, выпустить можно вот этого парня и начать навязывать ему. Блин, а давайте так и сделаем, слушайте. Ему сейчас придется спускать какой-нибудь ремуф, например. Потому что, ну блин, семь по лицу это довольно больно. Или провокажку выставлять. Ну, либо расконтролить как-нибудь данную карту. Хм, он решает тянуть. Ну, окей, тяни. Почему нет? Тяни. Видимо, у него есть там на пятый ход что-нибудь интересное. Так, ну давайте провокацию поставим тогда. Бам по лицу, лови. Прикольная слизь, да? Такая с щитовым мечом. Так, что он будет делать у нас? Заморозку. Окей. Зачистку стола. Так, за ремуфить нам нечем. Окей, за ремуфить нам нечем. Нет, есть чем. Повезло. Конечно, ну, это не лучшее решение ремуфить такое существо. Так, неужели 3 и 4? Да, 3 и 4. Окей. Почему нет? Почему нет? Я ничего против не имею. Так, 2 и 4. Так, 2 и 4. Что там у него, уничтожение или копирование или заклинание, интересно. Скорее всего, какое-нибудь уничтожение. Давайте проверим. А, всего лишь щит. Всего лишь щит. Давайте вот так. Почему не выставляю больше? Потому что боюсь волны огня или какой-нибудь зачистки. Да, вот она, она как раз зачистка. Хорошо, что не выставился. Так, бран. Ну, вы поняли, да? Что мы будем играть с браном. Вот это мы будем играть с браном. То есть, через 2 хода будем ходить. А пока просто выставляемся. Потихонечку. Вот так. Очень неприятный ход будет для соперника на 10 ходу. Который, скорее всего, повлечет. И он либо сдастся, либо я. Просто не знаю, что должно быть у него. Ну, блин. На самом деле, мне стыдно играть против такого соперника. Но вы смотрите, какие у парня карты. Блин, извини, чувак. Я не специально. Извини. Так. Мастер эволюции. Где бы ты ни был, кто? Не хочу двойку тратить на него. Это тоже перезагрузку запускать не очень хочется. Не, давайте запустим. И сразу же снимем ее. Вот сейчас бы эволюция пришла, ребят. Вы бы увидели просто, как это происходит. Это очень интересно смотреть просто, что у вас появится. Ну что, еще одна зачистка? Ну, можно так сказать. Частичная зачистка стола. Да нет, полная зачистка. Ну, а теперь 10-й ход. Тот самый. Вот, кстати, эволюция мне пришла. У меня она золотая. Извини, извини, чувак. Я не специально. Вот сейчас бы ему не помешала АОЕшка. Но у него ее нету. 7 ман он стоит. Так, ну, точно убиваем вот эту тварь. Точно бьем его по лицу. Давайте посмотрим, что у нас получится. Рагнарос! Блядь, мы же дома! Твою мать! Ну, что, ребят, поехали дальше, да? Блин, поехали дальше, ребята. Я просто, я хочу этого. Цетун! Блин, надо было сначала тотем поставить, я лоханулся. Ну, вы посмотрите, это же просто интересно. Какие карты у нас? Он очень тоже... Ну, блин, извини, чувак, я не хотел про GTA играть. Обожаю так тоже тащить карты путем... Вот так вот, самобичевание, можно так сказать, служителя боли. 6. Ну, мы его убьем сейчас вот этим. Или может подержать его в руке на всякий случай. Так. Копирует существо? Все видят твою слабость. Щит. Ну, все понятно. А есть барьер? Извинимся перед парнем. Ну, блин, чувак. У тебя ничего не получится, извини. Мне это надо. Он пытался. Он пытался. Ну, вот как вы видите, как действует эволюция. Это, по-моему, просто замечательно. Прекрасно. Можно очень фаново играть, получать фан. Вот как сейчас у меня Рагнарос, он бы, по идее, был круче, чем это Мажордомо. Ему надо было убивать Мажордомо, чтобы я стал каким-нибудь Рагнаросом там. И как-нибудь меня уже добивать там. Потому что жизни-то вообще нифига нету. Да. Сыграем еще одну игру. За нашего Эо Шамана. Трал и Андуин. Так. Ну, нужна ли нам сейчас эволюция? Давайте оставим. На всякий случай. Слушай, да, кто-то ранен. Не хочу проигрывать по темпу. Вот это не крутой тотем, на самом деле. Мы ему сейчас руку очень сильно пополнили. Золотой приз хочу заметить. Так. Ну, что он? Обсчитался, что ли? Или дисконект на него? Угу. Угу, 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 угу. Сюда. Да. Долгий приз, очень долгий приз. Чего тебе думай-то? Давай, ходи уже. Ну, неплохо. Ты сделал это. Так. Замечательный у нас Таури Сан. Есть все дела. Темное безумие. Это, конечно, очень нехорошо. Ну, странно, что он не зачистил стол. Но пусть будет так. Не забываем, что у нас эволюция колода. Поэтому нам надо как можно больше всякой херни на столе, чтобы ее заэволюционизировать. У него по-любому есть АОЕ, я в этом не сомневаюсь. Но, блин, сливать АОЕ на такой стол не имеет смысла. Слишком слабое стол. Да, поэтому он берет темное безумство. И какой он? Ну, разумеется, вот этот татем он убивает. И хилится. Да, хилится. Хорошо. Хилься, сколько влезет, друг? Я выпускаю Таури Сана. Карта у меня много. А я не против, чтобы они были у меня подешевле. Ох, сейчас бы Брана забирает себе в колоду по гребениям. Ну вот, сейчас надо юзать АОЕ с его стороны. Ну, по идее. Хотя он ей много-то людей... Много народа у меня не убьет. Но все-таки. Блин, у него полная рука. Я даже понятия не имею, что у него там. А в Яна-3. Неплохо. И хилка. Угу. Вот сейчас нужно еще раз АОЕ юзать. Да, АОЕ. Призывает случайное существо. Это тотем у нас. Так, кого бы нам превратить? Давайте посмотрим. Одна маны, одна маны, две маны, три маны, четыре маны. Таунты нам нужны, к сожалению. Поэтому давайте вот этого парня превратим. Вот это уже неплохо. И вот так. Отстой! Главное, не убивай поганища, пожалуйста. Пожалуйста, не убивай поганища. Не делай глупостей. Бран, прийди, пожалуйста. Бран, я хочу выставить вот этого парня. Да, прист у нас долгий, конечно. Но у него полная рука. Я не знаю, он должен победить. Я не знаю. У него там, по идее, все должно быть. Какой-нибудь супер провокация, что-нибудь еще. Четыре, это два урена по всем. Это значит, что вот эти двое умирают. Хилку. Ёж. Ох, ёж. Безумство. Секрет. Четыре урона. Призывает животных. С рывком, блядь. Не круто. Не круто. Четыре урона. Ах. Ответочка по лицу. Но пускай будет так. Да, Ёж. Попыт. Внес такой резонанс, конечно. Но все равно играем фановой колодой. Фанимся. Но приз, конечно, долгий. Он очень долго думает. Очень долго ходит. Чувак, это же 17 ранг. Ходи побыстрее. Мы же с тобой не на первом. Или даже хотя бы не на пятом. Там, шестом. Где надо реально подумать. Неужели тебе нечем ходить? 10 маны. Темное безумство. Что ты сделаешь? Хилка. Аукинайка. И ауешка. Ну, это понятно, да? Артефакт у тебя? Хм. Странно. Ну, это довольно странно. Тащим карты. Эволюция. Эволюция. Я еще подожду, конечно, Брана. Надеюсь, что он скоро придет. Ну, этого должны сжечь, а этого ударить. Ну, ремоф у него по-любому есть. Уже поздний ход. Я думаю, ремоф у него точно есть. Угу. Угу. Три... Так, шесть. Угу. Десять, одиннадцать. Одиннадцать урона. Допустим. Допустим. Не хочу так рано выставлять провокацию. Давайте рискуем. Рискуем, ребята. Давай, парень. Ну, думай побыстрее, пожалуйста. Ну, сколько можно. Не хочу в ролике монтировать это ускорение. Ускорение. Интересно. Опа-на. Что это такое? Что это? Ну-ка, еще раз. Хо-хо-хо. И он призвал Ишараджа. Ничего себе. Вот так так. Вот так так. Лол. Лол. Лол, ребята. Давай, превращайся. Неплохо. Это жесть. Да. Вытащил он ему, конечно, это вообще замечательно. О-о-о-о. Вот это не круто. Допустим, десять он мне нанесет. Но нанесет ли мне Рагна еще восемь? И может быть у него есть какой-нибудь баф? Нет, он решает зачищать стол. Чтобы восьми... Не понимаю. Пока не понимаю, ребята. Шесть. Окей. Еще хилиться. Ну, пока двенадцать урона у нас. Четыре. Четыре. Турисан! Да ну нахрен. Да ну нахрен. Хекс. Хекс, хекс, хекс. Пам, пам, хекс. Шестерка в лицо. Или выпустить, рискнуть. Так, Рагнарос. У нас еще есть шанс, что Рагна кинет не в нас фаерболл свой. Если он его, конечно, не засалит никак. Давай, дружище, ну разжай. Три урона всем. Так. Пятьдесят процентов шанс, что он закинет в героя. Пока он еще выживает. Попал в стуна. Попал в стуна. Брана пока не хочется ставить. Ну хотя... Не, вдруг как-нибудь украдет его еще. Блин, он эту тварь тоже может украсть. У него же есть это безумство. Темное. По крайней мере, было. Если оно второе. Особого смысла не вижу брать его еще раз, но... Он мог это сделать. Почему нет? Интересно. Один хелс отделяет его от... Смерти. Давай, дружище. Ходи. Веселая колода Эва-шамана. Надо подумать. Ну не думай. Просто походи. Ну или ты сдаешься. Походу он сдается. Парни. Аукинайка. Хилка. Вот так так. Так. Игра еще не окончена. А вот теперь игра окончена. Неплохо сыграно. Вторая победа нашим Эва-шаманам. Заключительную третью давайте сыграем. Эва-шаман. Ну, вернее, он такой еще с Ктуном у нас. Эва-Ктуна-шаман. С Туна... Ктуна... Эва-Ктун, получается. Или Ктуна-Эва. Ктуна-Люция. Ктуна-Люция норм. Вот этого парня оставим. Этого парня оставим. От этих двух откажемся, ребят. Не знаю, зачем я его оставил, но пусть будет. Во-во-во-во-во, неплохо. Третий ход. Потом четвертый ход. Два. Нормально. Нормально. Второй ход. Третий ход. Потом бам-бам. Или бам-бам-бам. Как-то так, да. Поехали нашу. Небольшую. Нечто из глубин. Что же, что же это за шаман? Неужели Ктуна-Шаман? Вот эту, вот эту надо хрень убить. Отразит ли волков? Вот в чем вопрос. Четвертый ход. Я их выставляю. Юзаю монетку. Юзаю этого. Да, давайте так. Что-то он там теребит. Четверка, молния. Да. Но пусть будет. Я не против. Я не против его молнии. Вообще. Пятый ход. Это и это, допустим. Будет у него вторая молния-то или нет? Походу, есть. Вон он там в руке что-то мнет. Не, уже бы сходил. Оооо, перезагрузка 5. Да ты шутишь. Парень-то у нас серьёзный. Да ты шутишь, ты что? Ты, походу, ёжа, ёжа-шаман. Ёжа-шаман. Потащим карты. Надо нам немножко это, чтобы у нас из глаз был и зловующее зло. Надо сейчас вкачать нам Туна. Угу. 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 и интересно кто Ну, как-то так давайте сделаем. Ну, похоже, что он у нас реально этот... Ну, этого парня мы сейчас сглазим. Походу, это Ёжа Шаман. По-другому, ну как еще? Сюда. Отлично, две эволюции. Давайте сыграем одну из них. Неплохо. Неплохо, неплохо. Эволюция очень хороша. Тебе не остановить, Валтира. Захватили мне рыбки. Аргус. Что же делать? Что же, как вы? Хорошо. Здорово. Хорошо. Что? Как у тебя? делаем эволюцию эй не лучшая эволюция надо избавиться от этого парня максимально быстро он мне комбо брана ломает а сейчас ежа он будет выкладывать а еж тут начнет безумство устраивать он самого хочет убить я только за он подравнивает под ауеху все понятно все понятно подравнивает под а и и 6 барана не выживет печально ну а давайте так ну как то так это наверное лучшее что мы могли сделать перезагрузочка у него будет небольшая что теперь что теперь он сделает так брана брана хочет убрать и еще этого парня забираем 6 так будем идти по нарастающей короче надо убрать эту тварь вам взрывом пам выстрелом пам и выставим вот этого парня два тотема него не круто конечно но лучше чем ничего сейчас бы нам вот эволюция не помешала как раз таки кумар против нас играет тотем выставляет еще один тотем и и и и и и Ну как-то так, выставляемся Скинули все, что у нас есть Если у него сейчас есть какой-нибудь ауе Или еще что-то, мы, скорее всего, проиграли Прикиньте, Деслинг, и все, я слил Но Деслинг сейчас не играется А вот Ёж у него, по-моему, есть Ну, блин, уж слишком много заклинаний у него Нет, он сдается Вот так, Эва Шаман Эва Шаман Три победки у нас В кармане Так, я тут подумал, что если вдруг кому-то будет все-таки интересно Что же это за колода такая Давайте я зайду, покажу вам ее Как я это делаю в роликах Про боссов Прохождение приключений Итак, поехали Эволюция Шаман Как всегда, начну с классовых карт А потом уже перейдем к общим Поехали Две эволюции обязательно Но иначе бы он не назывался Эволюция Шамана Два Древние Зрения Нужно обязательно Чтобы пополнять руку за счет этого Плюс Вот это тоже очень важная карта здесь Это Вечный Страж Она тоже обязательная Мы как раз будем гасить перезагрузку То же самое пополнение руки Или еще чего-то У нас довольно агрессивный старт здесь получается Вот даже видно По Кривой Мане Поэтому Древние Страж Ой, Вечный Страж Здесь тоже обязательно Карта Ну и как и Древнее Зрение И Эволюция Потому что иначе Нечем будет руку пополнять Дальше по классовым картам Тотемный Голем Одна штука В принципе можно взять две Там на усмотрение Дух Дикого Волка Тоже одна штука Но опять-таки можно взять две Там в зависимости уже от вашего стиля игры Два Сглаза обязательно Это наверное у нас один из немногих ремолов Который есть Поэтому обязательно брать их Можно даже еще какой-нибудь ремувчик посмотреть Чтобы как-то хотя бы контролить больших существ Потому что очень часто получается так Что просто нечем забрать здоровое жирное существо Дальше Краклакар Шаман Обязательно Потому что мы эволюция Нам нужно что-то мутировать Что-то эволюционировать Две штуки берем их Чтобы заспамливать поле максимально быстро Так Дальше, дальше, дальше По классовым Вот опять-таки еще один мастер эволюции Вы видели наверное как в конце ролика Я пробаффал тоже свое довольно толстое существо А именно элементарь огня Поэтому тоже берем их с браном Они очень круто работают В общем две штуки берем Да и плюс вообще 4 маны 4.5 это еди Только с суперспособностью Хватаем его Обязательный тоже Ну как обязательный Желательный Имей в колоде Это пламенный безликий Он очень крут Ну блин 7.7 Прикиньте На третьем ходу Можно его выставить За счет монетки А если еще Какими-нибудь манипуляциями Еще раньше выставить Это просто Жесть конечно Перезагрузка потом легко спускается Нашим вечным стражем Поэтому его берем Он навязывает борьбу очень сильную Вот И как бы не дает противникам Игнорировать его Далее Нечто из глубин Ну так чисто Почему бы и нет Если у вас нет этой карты То в принципе не страшно Она не столь Это Не столь Важная здесь Одна штука Лежит Дальше Два элементария огня Опять таки Под браном Это отличный ремоф Считайте 6 урона Поэтому две штучки берем Плюс их если проапать Опять таки Получится очень жирное Существо за 8 маны Дальше 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 У нас Классовые карты Завершились На этом Идем по Общим Картам Итак Первая общая карта Это Порочный Волнолов Так как вот Не Мурлок Дек У нас Нам не имеет смысла Брать другого Мурлока Который Классический А вот этого нам Не помешает Взять Во-первых Потому что Провокация Можно на старте Что-нибудь заблочить Да и вообще По ходу игры Очень неплохо Поставить эту мини провокацию Она казалось бы 1-1 Но ее все равно Надо чем-то убрать Поэтому ставим ее Плюс Для эволюции Нам нужно Максимальное Заспамливание Стола Поэтому Два таких вот Порочных Волнолова Нам очень даже Не помешают Далее Брандбранзоборот Тоже мне кажется Очень обязательно В этой колоде Ну во-первых С ним И элементали Огня Работают И Мастер Эволюс Работает Ну короче Все боевые кличи С ним работают Тут вот Тут просто Защищай Не хочу Что хочешь Делай Император Я вообще молчу Как он Просто переворачивает Игру с ног на голову Если его заюзать Поэтому Бран обязателен Дальше Поборник Ктуна Очень хорошая Карта Во-первых Для разгона Ктуна Во-вторых Для Уборки Какого-нибудь Существа Ну то есть На старте За Две единицы Кому-нибудь нанести Самое то Или подровнять Кого-нибудь позже Тоже неплохо Под браном Замечательно Работает под браном Тоже Считайте На шестом ходу Можете Четыре урона Кому-нибудь вписать Это как правило Какая-нибудь карта За четыре Или за сколько Вот Поэтому И разгоняет И темп хороший имеет Две штуки Их берем Так Дальше Защитник Аргуса Один у меня Ну потому что Я не вижу смысла В том чтобы Брать их двух Поэтому один Идем дальше Император Таурисон Очень хорошо Меняет темп Игры наш То есть Он очень сильно Ускоряет Наши камбухи За спамливание стола За юзывание эволюции И так далее Поэтому Он очень хорош Желательно Иметь его в колоде Но если нет То в принципе Можно чем-нибудь Изменить Но Я считаю Что он нужен Ну и дальше Твин импереры Обязательные В этой колоде И Кто он Потому что у нас Есть чем его Раскачать Почему бы нам Его под конец Не выставить Вот Вот такая колода Если вам понравился Ролик Или был полезен Ставьте лайки Оставляйте комментарии Да Оставьте комментарии Пообщаемся с вами Подписывайтесь на канал Спасибо за просмотр До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok